Национальный проект «Экология» предполагает масштабную работу в регионах страны. Одно из направлений – рекультивация свалок, загрязняющих немалые территории. В рамках проекта «Чистая страна» в этом году должна исчезнуть свалка твердых коммунальных отходов Валикова. Пали, превратившиеся в горы мусора. С 80-х годов эта свалка приобрела немалые размеры. С увеличением территории росло и беспокойство жителей райцентра и близлежащих сел. 8 гектаров плодородной земли нельзя было использовать для нужд сельского хозяйства, не говоря уж о запахе, распространяющемся на всю округу. Нынешняя рекультивация ведется с учетом современных технологий. Много было сигналов стороны жителей с просьбой провести работу по рекультивации. Самым современным образом будет проведена рекультивация. Это сверху и геомембрана, и щебень, и сверху грунт. То есть все это будет в таком и красивом, в том числе и эстетичном виде. После рекультивации эти места будут введены в хозяйственный оборот. График работ был чуть звенут из-за погодных условий, но исполнители рассчитывают наверстать упущенное и даже завершить раньше. Этот вопрос сейчас под особым вниманием правительства. С тем, что грунт влажный, тяжело было им заехать. Вот они валы собрали техникой, а сейчас уже КамАЗами подвозят к основному ТИО. Грок окончания у нас в ноябре, но мы планируем июнь-июль сделать. Но зависит от погоды все. На эти цели выделено почти 25 миллионов рублей. 24 миллиона 644 тысячи из федерального бюджета и 236 тысяч из регионального. Наша задача, конечно же, максимально эффективно использовать эти средства. И за счет этих средств, с одной стороны, решить проблему так называемых несанкционированных свалок раз и навсегда. Организовать текущий оборот твердых коммунальных отходов максимально современными способами и с максимальной переработкой через сортировку этих отходов. Ну и, конечно же, в дальнейшем не допускать появления такого рода свалок. Теперь весь мусор будет собираться в контейнеры и отправляться на полигон переработки твердых бытовых отходов, как того требует природоохранное законодательство.